Моей жене, моей жене, Вера, 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 Слава Украине, братан. О, красавчик! Обожаю тебя, внимание. Добрый день, друзья, не добрый день, не другие. Валерий Меладзе не будет в апреле выступать ни в Барнауле, ни в Кемерово, ни в Новосибирске. Что здесь огорчает? Огорчает, что концерты эти, насколько я понимаю, отменили административно, а не потому, что на них не были распроданы билеты. Билеты на них были распроданы. Увы. Вот очень часто приходят слышать, дофига вы говорите про Максима Галкина, про Аллу Погачеву, про Веру Брежневу, надо их забыть. Это то, что им хотелось бы, чтобы про них не напоминали, потому что телевизионная инерция такова, что зрители, поклонники будут помнить о них еще десятилетия. У Аллу Погачеву не поет уже лет 30. Мне Градский рассказывал, что у нее там узлы на связках, она просто не поет, но не может физиологически петь. А все равно она завтра объявит концерты, будет аншлаг, на нее люди пойдут. Это огромная инерция. Поэтому это от Лукавого, все эти призывы забыть. Надо напоминать, напоминать про славу Украине и про героям славы, которые Меладзе со сцены там в городе Дубайске сказал. Не забывать про то, что жена его говорила, что брат его говорил, Меладзе старший, любимец нашей публики, еще задолго до крымских событий говорил, что единственная страна, ради которой он готов взять плитовку в руки, это Украина. Про это надо напоминать. Если в контексте всех вот этих вот знаний человек все равно хочет пойти и послушать любимого исполнителя, я бы не стал останавливать. Пусть идут, пусть поддерживают рублем. Просто чтобы было понимание, что этот рубль отданный, он может пойти и на поддержку ВСУ, потому что многие из этих артистов, некоторые с песней энтузиазмом, как Борис Гоременчуков, некоторые вынуждены, как там Леонид Агутин, они донатят украинцев, и отдавая деньги за удовольствие послушать любимого исполнителя, вы косвенно, я понимаю, что это в значительной степени притянутся за уши, но тем не менее косвенно, в общем-то, помогаете убивать наших ребят. Я уж там не говорю о детях Донбасса. Вот про это надо задумать. Гражданское общество состоится, когда люди будут вот этот вот контекст учитывать, потому что у меня недавно была беседа с актером замечательным Брус Газлеевым, и он поклонник Гребенчукова, и я у него там спросил во время интервью, как вот он относится к Борису Борисовичу, что-то он так ответил как-то так невнятно, а после Мотору он поинтересовал, а что у Гребенчуков он что-то, где-то что-то сказал, ну то есть просто человек вообще не знал о позиции своего кумира, да, что там говорит, у меня знакомый режиссер, достаточно известный, в Турцию собирается на Майске, я спрашиваю, ты там не боишься там землетрясений? Какие землетрясения? Прошу это, ну люди там не знают про землетрясения, не знают про героям славы из уст Меладзе, ну многие люди просто не знают этого, а если бы знали бы, может быть, нет, может быть, я рассказал ей про эти землетрясения, про 50 тысяч погибших, она вроде сразу собирается как бы ехать, но просто мне кажется, что кто-то мог бы и передумать на месте режиссера, кто-то мог бы передумать и не покупать билет на Меладзе, не узнав про его позицию. Вот поэтому, мне кажется, что молчать нельзя. А вот Little Big, допустим, они отказались от идеи, у них была идея масштабного тура по России, сейчас они объявили про летнее турне по Америке. Кстати, очень прикольно сделали завлекалочку, посмотрите сейчас. А на сайте Меладзе я посмотрел, у него билеты продаются на май, на лето, это Казахстан, Германия, везде наши люди. Продолжен наш специальный российский гость. Вот так его представит, конечно, лучший о рекламе это, Болевик Меладзе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пип-пип... Субтитры создавал DimaTorzok